Здравствуйте, товарищи! Хочу поблагодарить тех, кто прислал вопросы, за то, что они реагируют на те ролики, которые увешиваются на Ленру, на Красном ТВ. Потому что благодаря этой связи, которая существует между зрителями и теми, кто выступает, осуществляется определенная корректировка и выступление, и подготовка соответствующая. Ну и складывается некоторое единство, потому что мы все исходим из одного, что ведь не просто так размещаются ролики, а мы все осуществляем определенную пропаганду для подготовки возрождения социализма в России. И вот те товарищи, которые пишут вопросы, заинтересованные в этом, они поддерживают тех, кто выступает. И у нас появляется некое общее единство, которое, конечно, не партия, но оно, может быть, перейдет в какой-то мере и в партию. Товарищи могут и в партию вступать, не только вопросы задавать, но еще и отвечать и действовать. Я вот как член рабочей партии России пригласил бы товарищей обращаться и вступать в рабочую партию России. Ну вот теперь вопросы. Русислав Саракевский. В чем разница между большевиком и коммунистом? Как в старом фильме Чапаева задавали. Его Чапаева, если вы помните, задавали. Немножко другой вопрос, да, по поводу того, про третий интернационал. Вот ее спрашивали, а он говорит, а какой я, тот, в котором Ленин. Вот узнал товарищ, которым Ленин, и тогда он успокоился. В чем разница между большевиком и коммунистом? Вот такое, так сказать, такое обращение или заявление непосредственно никем из классиков не рассматривались. Просто тот же Сталин говорил, например, о том, что такое старый большевик. Старый, вы, говорит, можете быть сколько угодно старым, но не будьте большевиком. А большевик, это тот человек, который вечно в бою, вечно в борьбе. И который, так сказать, никогда эту борьбу не прекращает. Вот это большевик. То есть, большевик это не тот, который знает, так сказать, коммунистический идеал, он с ними согласен, он член партии, он не против, он за. А он активно действующий. То есть, чем большевики вообще отличались? Большевики, говорил Ленин, это крайняя левая партия в интернационале. Большевики наиболее революционная партия в интернационале. И поэтому такая задача отличить, выделить большевиков из других, которые сами себя называли коммунистами, социал-демократами, она возникла. Сначала возникла необходимость коммунистов отличить от социал-демократов. Дело в том, что меньшевики ведь тоже были социал-демократами. Поэтому уже в апреле 1917 года Ленин стал задумываться о том, что надо бы переименовать название партии. У нас как называлась большевистская партия? Р, С, Д, Р, П, Б. Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. Но после того, как революция свершилась, задача такая, которая сделает революцию, она решена уже. А осталась еще более крупная задача построить коммунизм. И партию надо называть в соответствии с тем, что вот есть такая задача. И надо отмежеваться от меньшевиков, которые остались, и не только одной буквой, но и по сути дела. Поэтому была составлена новая программа, принятая восьмым съездом Российской коммунистической рабочей партии. И название партии получила именно такое. Российская коммунистическая рабочая партия. И маленькая, б в скобочках, большевиков. Ну вот, у нас есть ВКПБ, и Б пишут большими буквами, и не в скобочках. Не знаю, что этим хотят сказать. Наверное, считают, что они большевики, чем ленинская партия. Не знаю. Я вот с товарищем Барышевым, секретарем ВКПБ, разговаривал. Как-то довольно странно. Большевики писали генеральный секретаря с маленькой, а вы пишите с большой. Большевики не имели вообще генерального секретаря до 1922 года, до 11 съезда партии. А вы первое, что сделали, учредили пост генерального секретаря. Надо это делать до революции? Надо, вы что хотите обозначить, по кому надо бить, или хотите обозначить, кто у вас управляет, на кого надо повлиять, подкупить, испугать, может быть, физически устранить. Не очень понятно, зачем нужно. У большевиков была разве такая ситуация, что был генеральный секретарь? Не было же. Генеральный секретарь появился по предложению Ленина только на 11 съезде партии в 1922 году. Когда встал вопрос о том, что надо экономическим строительством заниматься, а в этом случае необходимы какие-то элементы единоличия или единочалия. А до этого в этом необходимо. Кто больше работает, тот и больше влияет на дела партии. То есть, если мы берем настоящего коммуниста, то он и есть большевик. А если он только называется коммунистом, то он не большевик. И на самом деле он и не коммунист. Поэтому вообще большевик и коммунист, если говорить о коммунистах в высоком смысле слова, это синонимы. А если мы говорим большевик, то тем самым это и есть коммунист в высоком смысле слова. Так, вот теперь Лиза Гугли. Или Гогли. Просьба разъяснить, что произойдет, если все рабочие и работники смогут добиться заработной платы, жалования на уровне стоимости рабочей силы. Не будет ли это подталкивать буржуазии к созданию высокоэффективных производств и закрытию устаревших? Может ли это вызвать снижение цен на жилье, прочие товары, необходимые для восстановления рабочей силы? Абсолютно правильно вы понимаете. У Маркса в капитале есть такой критерий применения машин. Если у вас низкая заработная плата, зачем капиталисту применять машины? Вот подумайте, если, скажем, есть гасарбайтеры, которым можно платить копейки, и пусть они копают. Если 5 метров глубину канала выкопать, ну, взять их 50 человек. Если больше канала, 100 человек набрать и так далее. А если зарплата будет больше, тогда капиталист считает, зачем же я столько денег буду тратить на зарплату? Я буду тратить деньги на то, чтобы приобрести машину. И буду переходить к машинному производству. То есть борьба за повышение заработной платы и к тому, чтобы ее установить на уровне стоимости рабочей силы, а это нормально для товарного хозяйства, все по стоимости продается. Ну, потом появляются цены производства уже, об этом говорится в третьем томе капитала. Но, что касается рабочей силы, это у капиталистов по стоимости их товары. Рабочие же не капиталисты, поэтому на уровне стоимости рабочей силы. И это будет подталкивать буржуазеи к созданию высокоэффективных производств и закрытию устаревших. А если за гроши люди работают, ну, и пусть они и работают, считают капиталисты. Пусть они обеспечивают им благосостояние. А они как рассуждают? Что вот если есть, допустим, тысяча рабочих на заводе, на тысячу рублей каждому понизить зарплату, это будет сколько денег-то? Тысяча умножить на тысячу, это будет миллион. Вот миллион в месяц он будет получать. Вы будете получать в месяц там 20 тысяч или 15 тысяч, он будет получать миллион. За счет того, что он вам просто понизил зарплату. А вы потребуете повышения, добьетесь этого, значит, ему одна дорога тогда оставлена внедрять научно-технические достижения и добиваться повышения прибыли. Даже целая теория есть у Маркса по этому поводу. Есть глава абсолютная относительная прибавочная стоимость. Абсолютная получается за счет удлинения рабочего дня и сокращения заработной платы. Правильно? То есть, чем меньше зарплата, тем больше прибавочная стоимость, больше прибыль. Чем длиннее рабочий день, тем больше прибыли он получит при той же самой заработной плате. А если речь идет о технических каких-то усовершенствованиях, то можно понизить долю зарплаты в продукте, в стоимости продукта, не за счет того, что ее уменьшаешь, а можно даже увеличивать зарплату, но производительность труда повышать быстрее, чем растет зарплата. Тогда доля заработной платы в единице продукции будет сокращаться. А если доля зарплаты в единице продукции сокращается, значит, издержки сокращаются. А если издержки сокращаются, значит, прибыль растет. У меня был такой разговор с одним из генеральных директоров в порту. Генеральным директором первой севедорной компании. Я ему это разъяснил, он с этим согласился. Тут все понятно. Он с этим согласился. То есть, вы своей борьбой за повышение зарплаты, вы способствуете техническому прогрессу и совершенству нашей экономики. А не так, что из кого-то рвачей потребовали зарплаты и так далее. Это вот как раз то, что нужно для того, чтобы движение шло вперед. Павел Крюков. Как у Гегеля соотносится категория суть и сущность? Это одно и то же или различное? Значит, не одно и то же. Но вы, наверное, знаете, что у Гегеля тождество – это тождество различного. А различное – это различие тождественное. Поэтому ваш вопрос – это одно и то же или различное? Он не соответствует вообще гегеревской постановке вопроса. Вот вы и я, люди ведь люди, раз значит мы люди, значит мы тождественные. Но вы один человек, я другой, значит мы различные. Но мы же люди, значит мы тождественные. И так мы можем с вами ходить, а на самом деле тождество, всегда тождество различного. А если я буду вам что-нибудь рассказывать про елку, скажу елка, а вы ждете, что я вам разъясню, что это такое, я скажу елка – это елка. Я думаю, что хорошо, что я от вас удален, в средствах массовой информации нахожусь, и вы меня не можете схватить и начать со мной драться. Потому что что за ответы скажете такие, что елка – это елка. Это называется тавтология, а не тождество. А тождество – всегда тождество различного. Так вот, сущность – это целая книга учения о сущности. Все там, все категории и сферы сущности находятся в этой книге. А суть, суть дела – это только один лишь момент. Там говорится, что когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот найдите момент, где начинается существование, и перед самим существованием говорится о сути дела. Вот и все. Вот там говорится о сути. А суть, так, чтобы она не суть дела была, а просто суть, ну вот ее там… Можно просто говорить суть. Когда для какой-нибудь сути созданы все условия, она вступает в существование. В другом переводе, вернее, перевод того же самого человека, но в разных изданиях, поскольку издатели, они так или иначе рихтуют, исправляют, подправляют переводы. В другом переводе, например, в издании, которое было сделано при издании собрания сочинений Гигеля в 1937 году, там, говорится, не суть дела, а для какой-нибудь мыслимой вещи, созданной все условия, там сути нету. Этой категории просто нету. Когда вы что-то замыслили, и вот когда для того, чтобы вы замыслили, для какой-нибудь мыслимой вещи, созданы все условия, допустим, созданы условия, чтобы построить Таврический дворец. Ну вот есть люди, есть проект, есть строительные материалы, все есть, и когда все есть, то он вступает в существование. И наоборот, какого-то условия нет, он не вступает в существование. Вы дом построили, и они застеклили, он не вступает в существование, он не существует, он еще строится, все, и может так и остановиться на этом этапе. Пример. В разливе, в наше время, в прошлом году, вовсю строили школу новую, вернее, реконструировали старую, старую, известную школу 434. Рядом сначала сожгли старое деревянное здание, в котором было отдельное помещение очень хорошее, потом еще раз сожгли, и, наконец, на этом месте решили построить бассейн. И вот резво взялись, строили, строили, потом взяли, не достроили ничего, и ушли. И никто ничего не делает там, огородили все, и стоит. Почему? Так построена она или не построена школа? Нет, она находится в процессе строительства. Поэтому, когда для какой-нибудь сути созданы все условия, она вступает в существование. Это очень важно, потому что вам кажется, что ничего у нас не получается, такая задача большая, вот революция, построение социализма, это же так сложно, так трудно. А вы не надо беспокоиться, вы делаете то, что нужно для этого, партию надо создать, советы надо создать. Чтобы советы создать, надо вести забастовочную борьбу, надо представителей забастовочных комитетов собирать. То есть надо все это делать по элементам, и когда для этого все будут созданы все условия, оно вступит в существование. А Энгель говорит даже так, что в силу отставания сознания от бытия, мысль, идея появляется тогда, когда для нее уже созданы соответствующие условия для ее реализации, или они находятся в процессе становления. То есть вы еще немножко побороться должны. Ну уж нельзя уж совсем так, чтобы просто вы сидели, ничего не делали, а тут вам и на блёчке золотой каемочкой преподнесли советскую революцию. То есть надо еще немножко подсуетиться, поработать, побороться. Вот и все. А этот вот такой жизнеутвердающий тезис, который есть в учении о сущности. Значит, сущность это целое учение, книга вторая науки и логики, а суть это одна из категорий, перед категорией существования. Вот так они отличаются. Так, встречаю Гигеля в науке и логике слово суть только как глагол. Ну это слово суть вы и не науке и логике, может, это и по-русски так. Я, вы есть, я есмь, а они суть. Это уж если правильно этот глагол быть, спрягать. Вот, а я вам сказал, где слово суть берется как существительное. Суть дела. Второй вопрос. Как относятся стоимость и потребительная стоимость? Можно ли выводить потребительную стоимость и стоимость? Это ведь тоже стоимость. Нет, нельзя выводить. Вот это, все это филологический подход. От того, что это имеет какое-то вот такое общее слово, из этого ничего не стоит. Потребительная стоимость, это совсем не стоимость. Потребительная стоимость есть всегда, при всех способах производства и в любое время. Как только человечество появилось, как только люди стали добывать себе средства к жизни, удовлетворяющие предметы потребления, вот такая вещь, которая удовлетворяет какие-то потребности, называется потребительная стоимость. И Маркс пишет в «Капитале», потребительная стоимость – это прежде всего, и товар прежде всего полезная вещь. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Потребительная стоимость – это полезная вещь. А она может быть товаром, может не быть товаром. Разве переработный коммунизм, при котором люди прожили 90 тысяч лет, что они там, товары что ли производили, там все покупали мамонтов? Или потом резали на куски и продавали эти куски друг другу? Разве были там товары? Там никаких товаров не было, никакого разговора не было. 90 тысяч лет. Или возьмите рабовладение. Вот если рабовладелец, чем занимаются его рабы? Они осуществляют труд большой рабовладельческой ладьефундией. А вот эта большая рабовладельческая ладьефундия – это своего рода кооперация. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных меры с собой процессах производства. И там есть управляющие, есть план, планомерно работает, все распределяется, и никаких товаров тут нет. Но какие-то продукты, которые делают рабы этого рабовладельца, могут быть проданы или отданы, обменены на продукты других рабов, другого рабовладельца. Это вот те продукты, которые будут обменены, фактически будут товарами. И есть гораздо более простое определение товара по сравнению с таким расхожим. Расхожее и такое прочное определение товара состоит в том, что товар – это продукт, производимый для обмена. Или потребительная стоимость, производимый для обмена. А если я не производил для обмена, а производил для себя, а потом вас встретил, а у вас что-то есть хорошее, другой продукт, я с вами поменял. Тогда мой продукт поступил в ваши потребления через обмен. И ваш продукт поступил в мое потребление через обмен. Это товары. То есть, и по этому поводу у Марка есть такое замечание. Товарное обращение предшествует товарному производству. Потом я уже начинаю думать, а вдруг я опять вас встречаю, а вы опять что-нибудь хорошее несете. И я что-нибудь с собой захватил на случай, если вас встречаю. Раз, я поменял. То есть, я уже начинаю производить свой продукт как товар. Или там, скажем, человек выращивает помидоры и огурцы на своем подсобном участке. А если у него там, ну так много получилось огурцов, что он решил какую-то часть продать. Пошел на рынок и продал. Вот та часть, которую он продал, это товары. А все остальное не товары. И производились вообще не как товары. Он и не собирался продавать. А потом вот ему в голову продать. Раз он фактически продал, значит, вот эти товарищи, эти вот продукты оказались фактически товаром. Больше ничего. Так что потребительная стоимость – это не стоимость. Потребительная стоимость во всех способах производства. А стоимость – это характеристика товарного производства. И односторонняя характеристика. Она характеризует стоимость продукта, который производится для обмена. Или переходит в потребление через обмен. Второй вопрос. с хорошей, так сказать, фамилией которой товарища, который задает Павка Корчагин норма прибыли имеет тенденцию к понижению. История подтверждает, что Маркс правильно это указал. Да это без всякой истории. И без подтверждения истории ясно. Потому что Маркс вам формулу написал этой нормы прибыли. Норма прибыли состоит в чем? Надо взять прибыль в числителе, а в знаменателе есть капитал. Ну так в капитале капитал-то увеличивается. И увеличивается быстрее, чем прибыль. То есть потому что там есть новые машины, оборудование, которые не сразу переносят свою стоимость на продукт. Поэтому вы получаете прибыль только от тех товаров, которые уже произведены. А стоимость там того, что вы установили машин, она только по частям переходит. Поэтому у вас знаменатель, так сказать, тяжелеет быстрее. Ну и поэтому имеется тенденция нормы прибыли к понижению. А теоретически норма прибыли может прийти к нулю? Не может она ни теоретически, ни практически прийти к нулю. Потому что если вы вам говорят, что имеется тенденция к понижению, то это не значит, что тенденция к понижению до нуля. Привожу вам пример. Возьмите график. Вот вам, пожалуйста, ось у, вот ось х, и вот единичку отложите, и вот сделайте прямую такую. параллельно параллельно оси х. И теперь еще единичку отложите, и вот начинается движение с этой точки. Движение такое, значит, откладываем вниз, откладываем одну вторую, и на правую единичку. Потом одну четвертую, еще на правую единичку. Потом одну восьмую, и так далее. И так мы до бесконечности будем уменьшать, уменьшать, уменьшать. И что мы получим? Мы получим асимптоту, которая будет приближаться к единице, а к нулю никогда не будет приближаться. Поэтому из того, что что-то уменьшается, вовсе не следует, что обязательно оно стремится к нулю, или будет бесконечно стремиться к нулю. Это как бы противоречит вообще тому, чему учат в математике. Антон Майоров, в вашей книге «Социальная диалектика», диалектика с большой буквы, это вы уважительно написали, у меня с маленькой написано. Вы пишете, что Путин препятствовал распаду России. Что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что все, так сказать, попытки там отдельно сделать отдельных руководителей, независимых. Вот таких, которые имели и в Совете Федерации своего представителя прямого, выборного, и имели каких-то президентов, как сейчас осталось только в одном Татарстане, все уже шло к тому, что даже уже были уставные суды, даже в Ленинграде был, но таких было 13 уставных судов, а у нас членов или субъектов Федерации больше 80. Но дело шло к тому, чтобы превратить Россию в союз независимых или суверенных государств. Вот организационные меры, которые Путин осуществил, а именно, значит, ликвидировал, последний еще остался участок, президентский пост в Татарстане. И договор, кстати, там закрыли, когда Россия и Татарстан договариваются. Как это так? Это вроде как я со своим желудком договариваюсь. Или желудок со мной. Как это может быть? Это вот Россия может с другим государством договариваться, но это же Татарстан, это же часть России. Там и татары живут, и русские живут, и другие национальности. Как это может быть отдельно? Так что вот всякого такого рода попытки разделить Россию по тем границам, которые являются границами только субъекту Федерации, были остановлены. Вы говорили, что согласны с внешней политикой Путина и не согласны с внутренней. Как вы относитесь к сливу Новороссии в 2014 году? Я не вижу никакого слива Новороссии. Я знаю, что единственное государство, которое помогает Новороссии, это Россия. Если вы знаете еще какое-нибудь государство, которое помогает Новороссии, а чем оно помогает? А всем. Препятствует нашим добровольцам туда идти в Новороссию? Государство России? Не препятствует. Идет туда вооружение? Мы же не говорим, что вот так. Вы хотите, чтобы вам кто-то официально сказал, что вот Россия прямо везет туда вооружение? Вы это хотите сказать? Вы кто? Вы не шпион какой-нибудь американский? Ну, это же как рассуждение маленьких детей. Какой слив? Вы что, не понимаете, что если Россия не будет поддерживать Новороссию, не будет поддерживать Луганскую и Донецкую область, их захватят и учинят там резню. А почему Россию поддерживают? Да потому, что эта война не против Украины, а против России. Потому, что мы видим, что у нас за границами находится. Вот в Латвии, Литве и Эстонии. Все там стоят американские войска, там летают американские самолеты. А пока есть на Украине Донецкая и Луганская область, то согласно канонам натовским, такая страна не может, в которых идут военные действия, входить в НАТО. А вот как только там все закончится, или закончится, как некоторые говорят, давайте оттуда мы, кстати, уйдем и перестанем помогать. Перестанем помогать нашим братьям, нашим товарищам русским. А ведь на самом деле, если вы немножко пошире посмотрите, есть такое понятие у нас в России соотечественники. Вы знаете, что Россия преемница Советского Союза. Соотечественниками называются те люди, которые родились в Советском Союзе, или родители которых родились в Советском Союзе. И вот у нас, скажем, в университет, там другие вузы могут поступать со льготами, соотечественники. В Киргизстане они родились, или в Таджикистане, или они в Латвии, или в Литве, или в Белоруссии. Это все наши соотечественники. И не забывайте, что мы это все, все, кто родились в Советском Союзе и дети их, это наши соотечественники. Мы их можем бросить. Это очень хорошо, что Россия их не бросает. А это иначе был бы распад России. Артур Исмайлов, три недели назад. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, в чем принципиальная разница с точки зрения марксизма понятия услуга при социализме и капитализме? Ни в чем. Ни в чем разницы нету. Понятие услуга при капитализме и при социализме. Разница есть не с капитализмом и не с социализмом, а с непосредственно материально-производительным трудом. Вот если я преподаватель, то я, что я даю обществу? Услуги, какие образовательные. То есть я обрабатываю головы изнутри. А парикмахер, это тоже услуга, он обрабатывает голову снаружи. Хотите красиво выглядеть, идите в парикмахерскую. Хотите что-то еще узнать, спросите, спросите меня. Это тоже услуга. А если вы ждете, что у меня изо рта выскочат жареные рябчики, потому что некоторые деятели, которые не разобрались в этом, считают, что наука стала непосредственной производительной силой. А я как раз доктор наук. Сейчас вот смотрите, сейчас у меня будет жареный рябчик, и вам только останется хватать. У вас есть онлайн ресурсы? Вот давайте попробуйте, вытащите из своего компьютера этот рябчик. Может его здесь не видно, а у вас уже он виден будет. Но если он вылетит, все-таки у вас, а у нас его нет, то вы нам хоть скажите. Сергей Иванов, Михаил Васильевич, есть ли место при социализме фондовому рынку? Могут ли работать Московская и Санкт-Петербургская биржи? На каких условиях этот инструмент спекулятивного обращения капитала может служить для увеличения благосостояния людей? Ну какой может быть инструмент спекулятивного обращения капитала в обществе, в котором нет капитала? Ну вы, наверное, сами должны понимать. А вот названия какие-то старые могут сохраняться, потому что мы, например, говорим «капитальные вложения». Это что такое? Это что, вложение капитала? Нет, это создание долговременно существующих основных средств производства. Правильно? Капитальные вложения. Это не инвестиции, потому что инвестиции просто это что такое? Это есть люди, у которых есть деньги. Они ничего не делают для производства. Они просто дают деньги, а получают прибыль. И все. Их ничего не интересует. А капиталовложения, это значит, есть план строительства, предприятий. И они должны быть, эти капитальные вложения освоены. И это предприятие должно выпускать продукцию. Для чего она выпускает продукцию? В соответствии с целью социалистического производства. А какая цель социалистического производства? Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, и вас, и меня, и других. Причем тут капиталовложения? Как ты говоришь? Нет никаких капиталовложений. Нет капитала. А капитал – это самовозрастающая стоимость. А как она сама может возрастать? За счет эксплуатации рабочих. Нет эксплуатации рабочих при социализме. Нет никаких капиталовложений. В буквальном смысле слова Вложения капитала нет А название капитала вложения есть И понятие себестоимости Думаете, есть при капитализме? Его нету Потому что себестоимость это часть затрат труда Остальная часть не видна Сразу забирает ее государство А это то, что государство оставляет на предприятии Зачем она будет забирать, потом обратно давать? Вот и все, что такое себестоимость А полные затраты труда Они гораздо больше, чем себестоимость А если вы возьмете оптовую цену То она как получается? Значит, себестоимость плюс прибыль оптовая А вот эту розничную прибыль получает торговля Вот эта разница между розничной ценой и оптовой ценой Налог с оборота Половина примерно средств государства получала через налог с оборота А себестоимость понижалась И оптовая цена понижалась А эта цена стоит Тогда, чтобы не отрывалась розничная цена С техническим прогрессом Надо уменьшать цену Снижали цену С 42-го по 44-й год Цены на военную продукцию На пушки, танки, самолеты были снижены вдвое Производительность труда выросла вдвое И затраты на производство вооружения В государственном бюджете сократились С 42-го по 44-го Это сказка по сравнению с тем, что у нас сейчас везде все дуют Растут и рассказывают всякую ерунду Что затраты Как могут затраты расти Рабочих все меньше, а продукции все больше Подумайте головой Если продукции больше, а рабочих меньше Значит каждый рабочий создает все более дешевый продукт Вот и все Так не пойдет А какие там Ну такие, скажем, органы Как, скажем, в банке Они существовали Они существовали как органы общественного счетоводства Ленин это называл Идеальной бухгалтерией нового общества Бухгалтерия это Бухгалтерия Бухгалтерия, которая будет считать Всякие фонды Будет, конечно Потому что социализм это учет и контроль Учет и контроль останется А в прямом смысле слова Конечно, никакого обращения Еще и спекулятивного, конечно, не будет Павел Крюков Здравствуйте, Михаил Васильевич Как у Гегеля соотносится к категории суть и сущность? Это одно и то же Или различное Сущность это целая сфера Всего три сферы в науке логики Гегеля Учение о бытии Учение о сущности И вот эти два учения образуют первый том Учение о Объективной логике А третья книга Учение о понятии образует Второй том Субъективная логика А вот вторая книга первого тома Называется Учение о сущности И там есть слово Суть дела Перед тем, как мы переходим к существованию Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия Она вступает в существование В этом только месте А в других местах говорится Глагол употребляется суть Потому что мы Я вот есть А вы тоже есть А мы с вами двое Если говорить по-русски правильно Мы с вами суть Если говорить правильно даже про я То я это будет Есим Я есим А вот он есть А они суть Но это не надо путать Это не категория Это глагол В таких В этом варианте В этом случае Друг человека Как вышло, что в Британии, Германии Феодолин сменился капитализмом Без потрясений Подобных Великой Французской революции Без потрясений Потому что эти потрясения Вынесли на себе Французы Французские трудящиеся А вот И социализм С меньшими потрясениями Был в Венгрии В Польше В Болгарии В Румынии В Ревославии Потому что Был могучий Советский Союз Который с потрясениями Большими потрясениями В гражданской войне Защитил свою революцию А как вы понимаете Если большевики пришли к власти Если я пришел к власти Мне нужна гражданская война Если вы не согласны с тем Что я власть Но и воюйте со мной А мне до чего воевать Я уже в власти сижу Поэтому Виноваты в гражданской войне Контрреволюционеры Белогвардейцы Вот это большое потрясение А некоторые товарищи нам помогали Но в общем и целом Вот эту самую главную ношу Вынес русский рабочий класс Так же и французская Почему мы ее уважаем Так там не только французская Великая французская революция А что у вас не великая Которая Парижская коммуна Зонтиками выкалывали глаза Парижским коммунарам А вот мы это знали И Ленин говорил А мы не хотим быть Такими революционерами Которым группа офицеров В любой момент Может дать по шапке И мы такими не будем Поэтому когда у нас Началось вооруженное восстание Когда у нас за спиной был Петроградский гарнизон Большевистский Так Самый современный крейсер Приехал И пятьсот И пятьсот человек Из Северного фронта подошли Бойцов готовых Поэтому Что за больший штурм Зимний Это вот зашли туда люди Как говорят Вместе Матрос-железник Разбили окно Залезли туда И арестовали Временное правительство Вот и все дела Это бы Если буржуазную Революцию Возьмете Марсового поля Там сколько захоронено людей Эта буржуазная революция Опять пролилась кровь А в нашу революцию В советскую Пролетарскую Какая кровь Ну говорят Пять человек погибло Наверное Кто-то стрельнул Из этих сумасшедших Представителей Женского батальона И юнкеров Потому что Я знаю Вот скажем Одна могила есть В парке Лесотехнической академии Того кто В октябрьских событиях Погиб Ну это единицы Раз-два У нас Каждый день ДТП Погибает гораздо больше Чем в Великой Октябрьской революции А вот Французские товарищи Они вот очень потеряли Французские рабочие Там есть Я был в Париже И был на Кладбище Перлашес И видел Вот стена Вот у стены Их расстреляли А дамочки Французские Буржуазные Выкалывали зонтиками Глаза Коммунарам Вот это и спасло От потрясений Подобных Великой Французской революции Британию И Германию Павел Никулин Почему вы не рассматриваете Введение войск в Сирию В интересах Газпрома А только идет рассмотрение Как борьба с американским фашизмом На экспорт Нет Во-первых Не только Как борьба с американским фашизмом На экспорт Потому что Борьба с американским фашизм На экспорт идет Я рассматриваю потому Что фашизм Американский на экспорт Себя уже проявил Он проявил себя в Югославии Он проявил себя В Ираке Ну вот в Ирак Это же демократическое государство Демократическое Самостоятельное? Самостоятельное Какая демократия? Социалистическая или буржуазная? Буржуазная И как это могут Взять люди Из другой страны Прилетели на самолетах Ввели свою армию Повесили президента Законно избранного Уничтожили всю ее семью Застрелили внука Из пистолета Что это такое? Что это такое? Это для ужаса Ужаса Террор 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 Открытая террористическая диктатура Наиболее шовинистических Наиболее реакционных элементов Финансового капитала Где финансовый капитал? Американский Шовинизм в чем состоит? Что мы люди А вы не люди Мы с вами можем делать Что хотите Мы свою демократию признаем Ваши выборы Вашу демократию Мы не признаем Мы скажем, что вы страна Изгодист Завтра вас не будет Вот они Самый настоящий фашизм Навиэкспорт Кому это было непонятно Ливия показала Ну есть страна Была Ливия Жили люди Экономика у них была По существу империалистической Почему? Так что принадлежали Их уже ресурсы Принадлежали Там английским И американским И другим монополиям Но к ним Часть доходов Поступала Эти доходы Использовались Не на то Чтобы в роскоши Жило руководство Как говорится Мамар Каддафи Приезжал В Кремль И между прочим Там в палатах не жил А поставил рядом палатку А не в палатах жил И там он жил Нигде Ахтик В палатах А каждая Молодая семья Получала деньги На то Чтобы обзавестись жильем И на образование Было бесплатное Медицина бесплатная Прилетели Уничтожили Этот Ирак Светское государство И Ливия Светское государство Светское государство Уничтожается И появились Государства Государство Иракское Теперь оно Мусульманское То есть Религиозное А Ливия тоже Из числа Светских выпало Там государства Вообще сейчас нет Вообще нет Там есть разные Группировки Они воюют Между собой Россия пытается Как-то Померить Или как Что-то там Создать Но пока Ничего не получается Осколки Какие-то Собрать из осколков Государство Хотя бы Любое Какое-нибудь И не получается Поэтому Что это такое Как не ваш Изнаэкспорт Оно Кроме того Есть интересы Не Газпрома Газпром государственная Компания Вы что Газпром отделяете От государства Газпром Принадлежит Государству В чем интересы Российского государства Как буржуазного Государства В этом районе Во-первых В том Чтобы иметь Выход в Черное море Если вы Не будете иметь Пазу На Средиземном море Которое позволяет Из Черного моря Выплыть И пойти В мировой океан Если вы не будете Такой базы иметь Значит вы уже Ничтожное Второстепенное Государство Поэтому для России Если она хочет Оставаться Морской державой Другого Пути Во-первых Нет Во-вторых Россия прекрасно Понимает Что у нас Достаточно Много Сторонников ИГИЛ В наших странах Среднеазиатских Республиках Мы прекрасно Понимаем Что оттуда Оттуда В подбрюшье России Может прийти Страшная зараза И по этому поводу Путин говорил Что да лучше Мы там ее задаем Чем мы Получим кровь И проблемы У себя тут В России Поэтому Россия Конечно решает Свои интересы Ну у нас Сто баз Которые окружают Россию А вы что думаете А Россия Уберите эту базу А вы кого вообще Чьи интересы Представляете Я чувствую Что вы американские Интересы Представляете Гражданин Никулин Ваша фамилия Понял Значит Михаил Васильевич Какую книгу Это Константин Горсков Михаил Васильевич Какую книгу Апологетов Капитализма Вы посоветовали Почитать Какие работы Самые Интеллектуальные В кавычках Лучшие И хорошо аргументированные Думаю Почитать Чтобы ознакомиться С самыми сильными Аргументами Врага И стимулировать Развитие мысли Я бы вам Никакие Маркса Капиталова Не прочитали Гегель Науку лойки Не прочитали А Гегель Между прочим Не наш Так сказать Прямой союзник Гегель же идеалист А мы материалисты В Гегеле Прочитайте Но он Между прочим Науку лойки Разработал диалектику А которая Может быть Использована Для развития мысли Вот и стимулирует А если вы будете Всякую дрянь читать Буржуазную У вас в голове Будет дрянь Нету там Не может быть Сильных аргументов Потому что Это отживающий строй И поэтому Там один обман И жулики И интеллектуальные жулики И паразиты Пишут Поэтому если вы будете Туда в эту В эту Зловонную жижу Погружать свою голову Вы проникнете В этой самой Зловонной жижи И сами От вас будет пахнуть Поэтому вы Гениальны Это книги Которые были Человечеством Разработаны Вы их не просчете За свою жизнь А вы их Вот такую себе Задачу поставили А вот Если вы хотите Все-таки Хоть какое-то там Вкусить Я бы вам предложил Сделать две вещи Прочитайте книгу Ракицкого Он наиболее способный И талантливый Из противников Социализма Который при социализме Выступал за движение Наржина Ракицкий Уже направить Уже в том же направлении Но уже В капиталистическом Обществе Мы вот Со своим Я со своим Коллегой С деканом Экономического факультета Нашего университета Николай Андреевич Моисенько Написали Книгу Демократический Централизм Основной Принцип Управления Социалистической Экономикой В этой книге Разобрана Книга Ракицкого На сайте Московского отделения Фонда Рабочая Академия Вы можете найти Ее в разделе Библиотека Или на букву Д Демократический Централизм Или на букву М Моисеенко Моисеенко Попов Демократический Централизм Знаменитый Принцип Управления Социалистической Экономикой Мы разобрали Там все Наиболее Яркие Работы Представителей Рынодичного Союза Тех, которые Разваливали И развалили Советский Союз А сейчас Читать Какую-то Жвачку Которая Издается За границей Это никакого Нет Никакого Ни интеллектуального Развития Нет Это Пустая Потеря Времени Потеря Молодости Вашей